МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Малая Родина. Сейчас мы находимся в Любытинском районе на местном горнолыжном курорте Любогорье. Погода замечательная, светит солнце, мороз, день выходной. И поэтому сегодня здесь сотни гостей. Так что со спортивным туризмом в Любытинском районе все замечательно. Но сегодня мы поговорим о другом направлении, о познавательном туризме. Накатавшиеся от души любители горных лыж и сноубордов частенько на обратном пути заглядывают в славянскую деревню X века. Экспозицию этого музея живой истории под открытым небом заложили в 2006 году и строили на протяжении нескольких лет. Хотя все это, по сути, реконструкция, погружение в историю максимальное. Во-первых, само поселение, вот этот музей находится на месте поселения от того времени. А это все реконструкции Рюрикова городища, Старая Ладога. То есть это все не просто так. Это все построено, естественно, под наблюдением ученых, археологов. Если обратить внимание, все дома, двери их ориентированы на юг. Это для того, чтобы окон нет, чтобы больше световой день был. То есть все, да, не просто так. Ну, загон для скота в центре поселения, ну, чтобы сберечь животных от хищников. Ну, и по кругу уже хозяйственные постройки. С утра сюда приехала в этот день организованная группа из Москвы. Для таких разработана самая подробная экскурсия с демонстрацией быта древних славян. Жили наши предки скромно, без излишеств. Начинается экскурсия с жилых домов. Двери низкие, чтобы экономить тепло. Внутри нехитрый христианский скарб. Отделяли волокна льна от вот этой вот верхней грубой жесткой оболочки. Укладывали сюда стебли. И вот такими движениями лен разминали. И получалось так называемое леноволокно. Или как его еще называли, куделя. Полный интерактив показывают, рассказывают, дают при желании что-то попробовать самим. Походу гости узнают, почему из четырех домов их привели именно в этот. К слову, самый просторный. Вот тот дом, он называется Большой дом. Но он размерами больше. И там жили старейшие народа. Самые старшие, мудрые, опытные люди. То есть, по сути, администрация. Самое главное здание. Ну и там же была еще школа, где брали только девочек. Примерно четырех-пяти лет. Ну и они под присмотром бабушки или одной старшей женщины учили, как говорили, уму-разуму. Как шить, как ткать, как готовить. То есть их готовили к будущему замужеству. Дальше к хозяйственным постройкам. Узнавать, как закладывали ледник, что такое шиш на авине. И как крестьяне в те времена готовили зерно для закладки в амбар. Называется оно ЦЭП. Различные колотушки. И выбивали зерна из колосков. То есть били прям по колосьям. Зернышки вылетали. Затем большую солому убирали. Брали деревянную лопату. И в ветреную погоду провеивали зерно. То есть поднимали его вверх. Все зерна хорошие падали. Вся грязь и шелуха просто-напросто улетала. Затем зерно собирали. И отправляли его уже на хранение в амбар, где оно могло храниться до следующего урожая. Следующая остановка – кузница. Короткая лекция о том, как наши предки жгли древесный уголь, добывали скудную болотную железную руду, получали крицу, делали из нее примитивные орудия труда. Гости послушали и пошли дальше. А мы решили задержаться. Это реально, десятый век. Крица десятого века, настоящая. Настоящая крица десятого века. Из нее мы можем получить настоящий металл десятого века. И не надейтесь на чудо, что он будет таким вот «оба», «неа», он будет плохим. Специально для нас весь этот процесс повторили, начиная с процедуры зажжения угля с помощью огнива. Это когда металлическим кресалом бьют окремень и высекают искры на труд. У опытного Сергея это получается уже довольно ловко. С помощью мехов мы быстро смогли нагнать нужную температуру в очаге. Затем можно и молотом помахать, пруд согнуть, разогнуть, расплющить. На большее у меня, как у большинства туристов, фантазии не хватило. Впрочем, из такого сырья меч-кладенец все равно не выкуешь. У людей, когда в руки меч попадает, корни, наверное, богатырские просыпаются, хочется кого-то зарубить сразу, ну, как-то там повладеть этим мечом. То есть, конечно, интересно. Люди узнают много нового, узнают, что люди-то, ну, это были дикари, это очень были умные люди со своим укладом, со своими традициями, которые здесь жили. Из-за сильного мороза экскурсия проходила довольно бодро. Столичные туристы скользнули взглядом по горящему очагу пекарни, заглянули в амбар, посмотрели на сусеки и приступили к любимой части всех экскурсионных групп. Селфи с экспонатами, вынутыми из клетки. Особое внимание к оружию доспехам. Самые любознательные пошли покидать копье. Оказалось, не так-то это просто. С первого раза получилось не у всех. В год наш музей принимает больше 8 тысяч человек. Это не только, причем из, ну, ближнего, тут вот Санкт-Петербург, да, Новгород, Москва. Есть люди даже из-за границы, из-за рубежа, из Англии, из Финляндии. Были даже из Австралии, из Новой Зеландии люди. Дальше не придумаешь. Ну, основное все-таки это лето, да, когда тут? Конечно, летом, да, теплее, можно и переодеться, и посетителям тоже одеть аутентичные наряды, то есть 8-10 века, фотографироваться. Ну, то есть, интереснее, летом интереснее. Можно еще поиграть в игры, ну, не можно, а мы играем в игры, скандинавские, славянские, городки, кубы. То есть, стараемся добавить интерактива, чтобы не просто это была лекция, да, о том, как жили наши предки, ну, и чтобы человек, ну, что-то и подержал в руках, на своем, то есть, как бы, на своей практике все это почувствовал. Уже на выходе москвичей ждал местный корабейник сувенирной продукции. Гости торопились к обеду, а потому слишком уж большой активности не проявили. Но все же отметим, что и этот сегмент туриндустрии в Любитина потихоньку развивается. Это все местное, да. От меда до вот этих вот замечательных вязаных штучек. Это все местное. Это делают мастера. Ну, правда, вот это вот боровический мастер делает, а остальное все уже любытинские. Плетение из бересты, карандашики, глина любытинского, детская школа искусств делает классные. Вот. И камни природные из реки Прикша. Так что все же наше местное. Обед от столичных туристов привезли в лесную глушь. Высадили у поворота на деревню Галица и вели сначала по проселку, а затем и вовсе по узенькой тропинке. Правда, крепкой, расчищенной, где надо подсыпанной и оборудованной ступеньками. Прямо к водопаду Прикша. В предыдущий раз на этом месте я был лет, наверное, 15 назад. И тогда все выглядело абсолютно по-другому. Свои коррективы внесла природа. Например, буквально вот нынешним летом, после наводнения в Любытинском районе, очень сильно расчистилась долина реки Прикша. Появились вот эти вот обнажения из лесниковой плиты. Их раньше не было. Но помимо этого, свои изменения внес и человек. Раньше это были дикие дебри, а сегодня вполне благоустроенное местечко. Тогда, в октябре 2003-го, нам пришлось немало покружить по лесу, чтобы найти безопасный путь к подножию высокого каньона, где бежит небольшая речка Прикша. А теперь дойти до нее можно за несколько минут и без риска переломать себе ноги. Обустроены отличные обзорные площадки и место для пикника. Здесь столичных гостей ждал шашлык и горячий чай. Ну, сначала тут были вот ни тропинки, ничего. Были завалы огромные. Все разгребли, тропинку сделали, лестницы поставили. Вот столы тоже, чтобы каждый путешественник мог сюда самостоятельно прийти, перекусить, посидеть. Ну и плюс вот группу принимаем, когда зимой здесь, когда большие морозы на 1 января принимаем, вот это обтягиваем, все, печку притаскиваем. У нас тут вообще шикарно. Любой может отогреться и в комфортных условиях покушать вкусный шашлык и попить приятный чай из самовара братьев Шамарина. Это место Владимир Николаев и его турфирма начали обустраивать лет 7 назад. Если раньше о водопаде знали лишь местные, да энтузиасты-экологи, то сегодня это очень популярное место. Кроме нашей группы, буквально за час сюда подъехало 5-6 небольших компаний. Конечно, это не Виктория и не Агара, и даже не Кивач. Но все же в пикше есть свое очарование. И до и после основного уступа существует другие, поменьше. А еще Владимир может много рассказать об обнажении скальных пород по берегам Прикши. Здесь ведь тоже интересно. Здесь у нас получается каменноугольный период, то есть период карбона, когда складывались породы 350 миллионов лет назад. Если вот туда вверх, там камень-мамонт есть еще, как его палеонтологи называют, пойдем, там сплошные линзы кальцита есть. Вот там у меня белерофон пониже, шикарнейший экземпляр найден, просто великолепнейший. Тут много разных гастроподов, и, в общем-то, кто занимается палеонтологией, может найти довольно интересные экземпляры. Чуть пониже пласты каменного угля лежат, прямо как видно, отлично. Глины шикарные вообще. Место великолепное, я вот очень люблю здесь какая-то своя аура. А зимой вообще вот просто, когда на такой погоде, это балдеж какой-то, получаешь вот, ну, подпитку как бы, энергии от этого места, я бы сказал даже так. Хорошие экскурсоводы, добрые люди. Приятные впечатления. Эта экскурсия великолепная. Вообще солнце, погода. Просто, я не знаю, замечательно. У меня слов нет. Все здорово. Впервые здесь. Слышала много. Вот. Но слов нет, одни эмоции. Хочется возвращаться и возвращаться сюда. Мне кажется, здесь в любое время года очень красиво. Я боялась приезжать зимой. Думала, будет холодно, скользко. Ну, такая красота. Оказывается, зимой это невероятно здорово. Невероятно, да. Чудесный день. Прелесть. Просто прелесть. Я в восторге. Ваше настроение. Спасибо всем. Эта группа приехала сюда в рамках туристического маршрута Русь-Глубинная. Любитинский этап – всего лишь его часть. Можно сказать, экватор небольшого трехдневного путешествия в пятницу по воскресенье. Группа ночует в Боровичах, а днем посещает интересные места в окрестностях. В течение последних трех-четырех лет постоянно сюда набираются группы. Не только москвичи. Люди специально даже приезжают из других областей, чтобы в Москве сесть в автобус и поехать сюда, в Новгородскую область, в Любытино, на водопады Прикшина. Я возил сюда туристов, которые побывали осенью, а потом спустя полгода уже скучают. И говорят, мы хотим посмотреть, как здесь весной. И они садятся, я их по два раза сюда уже катаю. Нет, нет, нет. Это с большим удовольствием. А какие дополнительные? Ну, мне здесь сложно что-то советовать новогородцам, потому что сам вот тур вот этот трехдневный, он очень насыщенный. Первый день у нас занимает дорога. Мы посещаем Святозерский Иверский мужской монастырь. Вот, приезжаем к вечеру уже в Боровичи. Второй день мы в Славянской деревне, водопады Прикши. А вот сейчас мы уже поедем в Суворовское-Кончакское. То есть, очень насыщенный тур. Опять же, Апеченский посад, туда мы ездим, вот, возим. Поэтому, нет, 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 это очень насыщенные места. Здесь выбирать можно очень многое. На мой взгляд, вот, есть маршруты, которые уже опробированы в Новгородской области, вот, в частности, вот этот маршрут, потом у нас по Мсте маршрут великолепный есть, вот Кончанское, Суворовское тоже. Просто вот эти маршруты надо довести до того состояния, где на них будет хорошо. Будут туалеты, будет где перекусить, будет во всех местах чисто и оборудовано. И по ним должны идти потоки. Потоки, я считаю, должны идти, ну, как, вот, до обеда 200 человек, после обеда 200 человек. Это то, что та нагрузка, которую данная, в общем-то, регион может проглотить. Больше уже будет излишнестей. Вот к этим цифрам надо стремиться. А когда пойдут потоки, вот, ну, как туристская дестинация, есть понятие, ее никто не отменял. Пошли потоки, у вас остальное начнет подтягиваться. У вас ремесленники активизируются, сувенирщики активизируются, индивидуальные предприниматели активизируются. И будет востребовано все другое, что рядом. Но есть этапность. Эту этапность никогда во всей истории туризма, по-моему, никто переплюнуть не может. Водопад на Прикше – характерный пример. Семь лет назад сюда доходили только самые смелые и упорные. Кому не лень было пробираться по опасным обрывам через буреломы. Нашлись люди, готовые приложить некоторые усилия, немного вложиться, проложить удобную и безопасную тропу, облагородить территорию. И от желающих побывать здесь уже отбоя нет. Берем в Любытино, вот тур был буквально месяц назад, у них рекламный тур был. Туроператор встает, первый вопрос у него – дорога есть, работаем, дороги нет, не работаем. Потоки туристические считаются просто. Автобус 40 мест, два автобуса 80 мест и так далее. Если вы можете вот это принять, то у вас остальное будет. Потому что Андрей Юрьевич вот начал, когда славянскую деревню, мы говорим, Андрей Юрьевич, можешь сразу вот 40 человек принять? А теперь не 40, надо 100 принять. Можешь, да как я приму? Я говорю, а надо. А можешь 150 принять за один день? Я не могу. Я говорю, а надо. Вот он стал принимать, и 150 человек в день. Вот, собственно говоря, потоки пошли, можно работать. Очевидно, что потенциал обкатанного маршрута «Русь-Глубинная» далеко не исчерпан. Для туристов он удобен и интересен. Единственное, что смущает туроператоров – дороги. Затраты на ремонт автобусов могут просто перекрыть прибыль. Любытинский малый бизнес также пытается участвовать в развитии туризма и индустрии развлечений. Вот недавно появилась площадка для «Лазертага». Дальше планируется построить веревочный парк. Башня стоит уже почти готовая для переправы через Мсту. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Наши путешествия по области продолжатся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова